Компьютерами и планшетами современных детей не удивишь. Чем же тогда можно заинтересовать малышей, чтобы произвести впечатление, задумались воспитатели детского сада волшебницы. И решили открыть уникальный мини-музей «Мир старинных вещей». В нем собраны предметы быта, по которым можно рассказать историю 20 века, начиная от чугунных утюгов и лаптей, заканчивая дисковыми телефонами и аудиокассетами. Своими впечатлениями от увиденных необычных предметов дети поделились с нашим корреспондентом Альмирой Новоселовой. «Чугунок, лапти, ступка» – эти слова встречаются в русских народных сказках. Но имеют ли представление об этих предметах наши дети? Некоторые видели их только на картинках, а о каких-то и вовсе не знали. Сейчас у них есть возможность увидеть старинные предметы вживую. Мне очень понравился старый предмет – гитара. У нее поменьше струны, и на ней играли. Еще лет 10-15 назад вряд ли кого-то можно было удивить видео- или аудиокассетой. А для современных детей это уже музейный экспонат. На выставке «Окно в прошлое» представлены предметы как из недавнего советского прошлого, так и совсем старинные. Все они представлены родителями воспитанников. Это вещи, которыми пользовались их мамы, папы, бабушки и дедушки. Мне понравилась кассета. Раньше такие кассеты были, но теперь современные диски. И кассетами было намного сложнее пользоваться. А диски можно просто поставить DVD и включить мультик, например, пультом. О некоторых вещах они знают не понаслышке. Например, чай старинного русского самовара Саше приходилось пробовать не раз. Иногда у бабушки пил самовара. Вкусный чай? Да. Организовывая выставку, воспитатели детского сада стремились показать связь времен и поколений, вызвать у детей интерес к культуре родной страны. Во-первых, они знакомятся с историей. Во-вторых, они видят, например, из-за даже тот же электрический чайник, и самовар, или обычный чайник, который на газу раньше грели. Сейчас дети у нас привыкли в розетку отлынуть, кнопочку нажали, и все хорошо. А раньше ты показываешь им, как, например, создавалось, как оно вот шло. Тот же фотоаппарат, начиная от такого и заканчивая уже современным. Им интересно, нравится, какое было раньше, какое сейчас. Побывав на этой выставке, малыши не просто пополняют свой багаж знаний и словарный запас, но и лучше узнают историю своей страны. Ведь вещи, как и люди, способны многое рассказать о временах, которые для них были настоящим, а теперь канули в прошлое. Альмира Новоселова, Эдуард Захаров, программа «Время местное».